Временные трудности Когда-то в их жизни тоже случились непредвиденные обстоятельства, которые, впрочем, не послужили поводом отказываться от работы, которая приносит не только доход, но и удовольствие. Ну так получилось. Как говорится, ну не всем же давно, как говорится, как доктора говорят. Ну так получилось у меня. Я действительно до 50 лет не могла работать. Я не могла, например, даже иногда сходить одна в магазин. С армии пришел тоже к шоферам работать, пока до аварии. Не попал в аварию. Пенсия пожизненная. Ну как маленько трудновато, сложновато. Я больше отдыхаю. Я думаю, что у меня есть такое. Музыка. 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 Сегодня для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья в центре занятости населения города Татарска работает целый спектр программ. Это не только содействие в трудоустройстве и помощь в оказании профреабилитационных услуг. Это профессиональная ориентация, социальная адаптация и психологическая поддержка. При невозможности трудоустройства мы направляем граждан с инвалидностью на профессиональное обучение. Либо, если они желают повысить свою квалификацию, это повышение квалификации. Если желают получить новую профессию, это профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование. В первую очередь мы занимаемся трудоустройством, в том числе на квотируемые рабочие места. У нас в Татарском районе 60 организаций установлена квота для приема на работу инвалидов. У нас есть такие программы, как временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, к ним относятся инвалиды. В период работы в течение двух месяцев этим гражданам с инвалидностью оказывается материальная поддержка от центра занятости населения. Плюс трудоустройство инвалидов в рамках проекта «Успешный старт». Здесь в течение трех месяцев гражданин с инвалидностью получает материальную поддержку. Когда человек получает инвалидность, ему выдают индивидуальную программу реабилитации. Именно там прописаны все условия, в которых он может трудиться. И здесь уже на помощь приходит центр занятости населения. С этой программы реабилитации, со своим паспортом, он обращается в центр занятости. И уже на основании имеющихся документов проводится подбор подходящей работы. Если есть вакансии в таких организациях, которым установлена квота для приема на работу инвалидов, то специалистами на первичном приеме сразу же выдаются направления на работу. Если же подходящих вакансий на данный момент нет, пока человека регистрируем в качестве безработного, он состоит на учете и уже предлагаются ему какие-то другие услуги. Помимо трудоустройства, может быть, временного трудоустройства, пока он ищет постоянное место работы. Может быть, профессиональное обучение, может быть, его профессия не соответствует тем вакансиям, которые у нас есть. Поэтому понятно, что, может быть, он не может уже работать по той профессии, по той специальности, которая у него есть в связи с состоянием здоровья. Поэтому предлагаем пройти профессиональное обучение, переобучиться и уже потом трудоустроиться. Есть какие-то ограничения. Надо от этого абстрагироваться и все-таки не терять надежду на успех. И я думаю, он к вам обязательно придет. Может быть, это будет не та работа, о которой вы когда-то мечтали. Может быть, это не та работа, не тот статус, который вы когда-то имели. Но с учетом нынешнего состояния, вашего состояния здоровья, у вас сейчас будет что-то по-другому, может быть. С этим нужно смелиться, к этому нужно адаптироваться, идти к этому. Нужно учесть параметры своего здоровья. И, видимо, большинство из них требуется переобучение, переквалификация. Нужно освоить какие-то другие профессии. И это для них сейчас непросто, это сложно. И в этом должны помочь и служба занятости, и соцзащита. Должны все силы бросить на переобучение. Потому что наш опыт показывает, что они очень трудно осваивают новые профессии. Я буду считать, что цель достигнута, если сумею повысить их самооценку. И сумею им дать определенные навыки прохождения собеседования. Этого будет достаточно. Морсовка, точно, ребятишки? Да. Конечно, все, садись. Воисполнение постановления правительства Новосибирской области от квотирования рабочих мед для трудоустроенства инвалидов Новосибирской области на нашем детском саду квота два человека. Один человек – это наш воспитатель, который трудится в детском саду с 1994 года. И в ходе деятельности получила вот эту группу по ограничению здоровья. Но продолжает работать по настоящее время. С января этого года она как бы официально на пенсии, но продолжает трудиться. Человек очень творческий. В принципе, инвалидность как бы сильно на трудовую деятельность никаких отпечатков не откладывает. Дети воспитателя любят. Воспитатель ведет такую активную жизненную позицию. Она не унывает, она продолжает работать. Екатерина Мартынова работает воспитателем в детском саду уже более 30 лет. Когда-то мечтала стать библиотекарем. Но волею судьбы устроилась на должность помощника воспитателя. Впрочем, совсем скоро из помощника Екатерина Андреевна превратилась в воспитателя. О чем за все эти годы ни разу не пожалела. Не забывает она о своих детях и после того, как они покидают стены детского сада. Я всех детей помню очень хорошо. И первые мои дети, я пришла к мне в подготовительную группу. Может быть, помните, в шестой школе золотой выпуск был. Их 10 медалистов было. И из этих медалистов трое детей были моих. Мои выпускники. Многих я отслежу очень. Многих до сих пор был. Общаемся со многими до сих пор. И с мамами, и с бабушками, и вообще с детьми. Детей я жду с радостью, а родители с осторожностью. Потому что, как правило, дети всегда быстро мы контакт с ними находим. А родители долго приглядываются. Это месяца 3-4 надо притираться. И если они вначале какие-то недовольные бывают, то к выпуску, конечно, все мои родители довольны. Вообще мы с родителями отношения очень хорошие. Я всегда считаю, что мои родители очень хорошие, замечательные, хорошие помощники. Всегда и во всем. Активные во всем. Какими качествами нужно обладать, чтобы столько лет работать с детьми? И чтобы не просто работать, чтобы это еще и не надоело, еще и какую-то радость приносило. Как вы считаете, что для этого нужно? Я думаю, любить. Любить детей в первую очередь. Если любить не будешь, конечно, приходят они незнакомые. Вот, например, я ухожу уже на пенсию, ушла, в принципе. Но я не хочу бросить работать, пока эти дети у меня не выйдут из стен детского сада. Я не люблю, чтобы у моих детей кто-то работал. Мне кажется, они их обидят. Это, конечно, немножко такой, наверное, пунктик у меня. Но я даже не собесмена, я стараюсь только сама. Проблемы со здоровьем появились 8 лет назад. Большое любящее сердце Екатерины Андреевны дало сбой. Это появились с 2011 года. Я уже проработала много лет после этого. И самое смешное или интересное, инфаркт я заработала. Как раз когда я выпустила своих детей, а у нас в филиале шел ремонт, и в эту группу, как раз я с этой группы выпустила, старшую группу поместили. То есть новых детей я не могла набрать. И вот в сентябре, октябрь я работала на метод кабинете и заработала инфаркт. Странно, но это вот так получилось. Что именно без детей, может быть, если бы была с детьми, может быть, инфаркта не было. Ну, я хочу сказать, что нисколько не жалею. Я очень люблю свою работу, обожаю. Я люблю своих детей. Я много трачу сил, много трачу финансов на всю эту деятельность. Мне обидно, как у меня святой кровь говорит, еще бы мужа притаять в детский сад, посадить его рядом. У меня две дочери. Они закончили обе педучили, педуниверситет. В другом детском саду города Татарска проводит свои трудовые будни еще одна героиня нашего фильма – Наталья Миколенко. Она работает сторожем и вахтером. Уже полгода. Я считаю, местная. Училась я в Новосибирске в 29-м училище на кондитера. Ну, работать я год отработала и ушла. В основном, ну, как сказать, лет шесть я прожила в Новосибирске. А в связи с тем, что там было тяжело с жильем, я переехала опять сюда домой. Я в том году от Центра занятости подрабатывала в этом садике на время больничного. Начинала с уборщицей, потом помощником воспитателя, потом отучилась на курсах поваров и ушла на стажировку в феврале на филиал помощником повара. Ну, а потом так получилось, что еще один ушел. Я согласилась, ну, как сказать, подменять на больничных, в отпусках. Наталья Юрьевна согласилась. Вот. И я, как пришла сюда 15 марта вахтером, есть еще здесь должность по выходным вахтер просто. По субботу-воскресенье. Она на больничный большой шла. Ну, а потом больничный подменяла. И так получилось, освободилась вакансия и меня оставили здесь. Наталья Леонидовна очень ответственный работник. С первого дня зарекомендовала себя добросовестным сотрудником. Исполнительная, ответственная. Когда я ездила в Новосибирск на переаттестацию, и у нас такой, как сказать, закон, что мы строим инвалиды на бирже. Сейчас-то уже квоты есть. Я адаптировалась уже, начала, как говорится, самостоятельно пошла по инвалидности на компьютер, отучилась все два раза, неплохо стала. И она предложила стать официально. Ну, вот я, наверное, год постояла официально. А потом мне уже стали предлагать работу. Вот, по моему, как говорится, это, заболеванию, чтобы там числили. Ну, должность вактера, во-первых, это намного проще и легче по моему заболеванию. Ну, а так, конечно, интересно. Я и помощником-описателем отработала. Мне понравилось, и помощником повод. У меня, в общем-то, как, ну, нормально, я адаптируюсь на всех должностях. Если бы, наверное, было плохо, меня бы не оставили. Два-три раза в неделю. Ну, и здесь тоже ответственность. Вот, видеокамера, во-первых, утром кварц, как говорится, и весь садик. Считайте, 11 часов на мне. Ну, я привыкла, мне нравится. По ночам вам не страшно в садике? Нет. У меня с молодостью проблем этих нет. Я и в Новосибирске жила, и в два, и в три часа ночи. Я и там работала по ночам в кондитерской. Вот, у меня этого нет по ночам. А ночью же вот нужно не спать, как вы с этим боретесь? Тоже проблемы? Нормально, чай попил с конфеткой, проблем нет. Я еще бессонницами по своей болезни страдаю. Поэтому мне, наоборот, выгодно, что я дома на вторую ночь отсыпаюсь, и прекрасно. Справедливо очень хотелось. Я сейчас привыкла, мне кажется, другой больше. В моем возрасте другой работы и не нужно. Ну, так получилось. Как говорится, ну, не всем же давно, как говорится, как доктора говорят. Ну, так получилось у меня. Я действительно до 50 лет, я не могла работать. Вот, я не могла, например, даже иногда сходить одна в магазин. Вот, ну, а потом, после 50, так вот получилось, что все-таки нужно большое желание и большого стимула в жизни, чтобы заново встать в жизнь. Вы сейчас можете сказать, что вы довольны своей жизнью? Конечно. Очень довольны. И никогда не поздно после 50, как говорится, переквалифицироваться и заново начать жить. Это даже, наоборот, очень интересно. И уже, как говорится, взрослая, с большим стимулом, уже знаешь, чего ты хочешь в этой жизни. Как ни крути, в дошкольных учреждениях нужна и мужская сила. В детском саду номер 12 в должности рабочего по зданию трудится Юрий Андреев. После страшной аварии Юрий Викторович лишился левой руки. Однако без дела он сидеть не привык. С армией пришел тоже к шоферам работать, пока до аварии. Он попал в аварию. Перед пенсией пожизненной. Но это не на работе, это на трассе, на Байкал. Я на мотоцикле ехал, сено. И фуры отгонял, и меня под себя воздухом затянуло. На мотоцикле. Вот отрезанную руку до инвалидности. Вот и наши владельцы. Вот и все это, все это, все в стадии. Где-то стульчики, где-то столы, где-то вешалки, все кабинки. Все это у нас, машина на день. Я работаю здесь полтора года. Попал я в садик, ну как направление центра занятости. У меня, ну как бы договоренно здесь, позвонили мне, пойдешь, он рабочий. Я говорю, ну давайте сначала посмотрите, смогу я, не смогу. Насколько было сложно, скажем так, заново учиться, делать какие-то вещи, даже не говоря уже о работе, просто какие-то повседневные? Ну сложно, наверное, до сих пор сложно. Ну привыкаешь, ну как-то стараешься где-то помогать, где-то просишь кого-то помочь. Потому что некоторые вещи просто невозможно сделать одной. Мы живем сейчас с супругой вдвоем, дети у нас двое. Дочь старшая тоже там в деревне. Сын вот жил, сейчас вот уехал в Красноярск. Ну взрослый уже, сын, внук. Ну то есть ребенок сейчас, дочь тоже беременная ждет, тоже пополнение. Ну в основном так, рядышком их все. Где сейчас в данный момент нормальным человеку устроиться на работу сложно. То, что там уже говорит про инвалидов, то, конечно, что условия, все нормальные, отношения со всем коллективом, с руководством, все, конечно, устраивает. Запах свежей выпечки каждый день вдыхает Ольга Телегина. Она работает на хлебокомбинате в должности разделщицы. Я родилась в татарском районе, село Новопервомайское. Закончила 11-летнюю школу. Закончила аграрный университет города Новосибирска. Имею высшее образование зоотехник-селекционер. Работала я по своей специальности. Потом у нас, как всегда, предприятие развалилось. Мне пришлось переехать в город и строить приорудование. Перерывы устраиваются. Вот сейчас они разделывают вот эту вот, вижу, разделывают. Одна разделщица, которая с доростойки, она пойдет отдыхать. А девочка другая передвигается, другая становится этой. И вот так по кругу это. Ну, вообще, это же получается работа такая конвейерная, скажем так. Не устаешь ли, не чисто физически, а вот как-то морально, что ли, от того, что одна и даже работа. Это же все зависит от коллектива, от вот этой атмосферы, которая в коллективе. Видите, у нас в коллективе есть молодой, весь сплоченый, дружный. Каждый на своей линии уже собирается, что это вот. А вот именно из этого теста что потом будет, вы уже знаете или нет? Это будет высший сорт. Это хлеб высшего сорта, а не здесь выпекают. Вы работаете только с хлебом? Или из того теста, на котором вы стоите, могут и булочки тоже пить? Нет, нет, булочки у нас отдельно. Мы разделываем хлеб, вешаем, потом складываем в формы, формы ставим в разделку, в расстойку. Дальше уже выпекается хлеб. Я работала на мясо-мирате. Ну, мне нравится то, что мы выпекаем хлеб. Этот хлеб, как он, ну, употребляют люди. Вообще нравится мне здесь работа. Отношения к людям, что заработная плата, что-то пакет у нас, все официально. У меня, это, болят ноги. У меня третья группа, у меня пропали коленки и стазы. Потом я пришла в службу занятости, мне направили сюда. Ну, как маленько трудновато, сложновато, у меня, я больше отдыхаю, что у меня есть такое. Музыка. 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 На данный момент у нас из 123 квотируемых рабочих мест заполнено почти 75% от этого количества. Плюс в текущем году мы трудоустроили из числа обратившихся тоже почти 80% инвалидов на различные рабочие места, в том числе квотируемые рабочие места. Ну и впрочем по отзывам самих инвалидов я тоже считаю, что наша работа сделана не зря. Редактор субтитров А.Семкин